Президент России Владимир Путин заявил, что озвучит свою позицию по пенсионной реформе в ближайшее время. Об этом он сообщил во время совещания по социально-экономическим вопросам в Омске. Напомним, 19 июля Государственная Дума приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Владимир Путин сказал, что следит за острой дискуссией, развернувшейся в обществе по поводу пенсионной реформы. Президент отметил, что просил коллег из правительства в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению провести консультации с политическими партиями, профсоюзами, общественными организациями, регионами, экспертным сообществом. Понимаю, что правительство при подготовке законопроекта руководствовалось жесткими экономическими, финансовыми, демографическими расчетами. Так и должно быть. Это важно, это необходимо. Но прошу при этом не забывать, что все наши решения будут касаться судеб миллионов людей и должны быть справедливыми. Учитывать интересы граждан. Здесь нельзя действовать механически, формально и только взвешенно и только осторожно. Считаться самыми разными жизненными ситуациями, с которыми люди сталкиваются. Именно такое человеческое измерение должно присутствовать и в предлагаемых нормах законопроекта. Президент подчеркнул, что все решения, связанные с обеспечением интересов граждан старших возрастов, их трудовых прав, медицинской помощи и социальной защиты, должны приниматься с опережением. Самое главное, чтобы эти изменения обеспечивали достойное качество жизни, защищали интересы нынешних и будущих поколений наших граждан. И потому все наши шаги должны быть системными и всесторонне просчитанными. Я в ближайшее время, может быть прямо завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что выступление будет в формате телеобращения.